Привет! Меня зовут Катя Лерина Руа, и сегодня я вам расскажу про те книги, которые бы я хотела прочитать в 2015 году. Конечно же, как известно, жизнь непредсказуемая штука, и как для Гудкарта я не знаю, и не знаю, какие книги я прочту по факту, но я вам покажу те, которые бы я очень хотела прочитать в 2015 году, и которые я планирую прочитать. Но не факт, что я это сделаю. И первая книга, которую я точно буду читать в 2015 году, точнее уже ее дочитывать, это книга Ре Брэдберид «Земь искусственное писание книг». Я ее купила только в декабре и уже начала читать, и она мне очень нравится. У меня вот такая вот новогодняя закладочка с овечкой, и мне очень нравится эта книжка. Я уже могу сказать, что она будет одной из самых-самых-самых любимых книг, но читаю я ее очень медленно, растягиваю удовольствие, и вообще подчеркиваю, наверное, на каждой странице что-то выписываю, везде делаю закладочки, пометочки. В общем, я уже просто влюблена в эту книгу. Еще одна книга, которую я точно прочитаю в 2015 году, это книга Джейми Магуайр «Красный холм». Эту книгу я точно прочитаю, прочитаю я ее в январе, потому что в моей группе ВКонтакте мы решили создать, наверное, такой маленький книжный клуб «Читаем с Риной». И первая книга, которую мы будем читать все вместе, это книга как раз Джейми Магуайр «Красный холм». Она победила в голосовании, именно поэтому мы будем ее читать. Если вы вдруг тоже захотите присоединиться к нам и прочитать в январе вместе с нами книгу «Красный холм», а потом обсудить ее, то я буду только рада, и мне кажется, это будет очень здорово. Чем больше народу, чем больше мнений, тем лучше. Я также сделаю отдельное видео на эту книгу, но обсуждаю ВКонтакте, и мы будем ее со спойлерами. Мне кажется, это будет еще интереснее, чем просто узнать, о чем же книга. Поэтому, если у вас есть желание, присоединяйтесь. Также в 2015 году я очень хочу прочитать книгу Дэвида Митчелла «Облачный атлас». Я планировала прочитать ее в этом году, но меня немножко напугал объем, поэтому я очень хочу прочитать ее в 2015 и надеюсь, что у меня это получится. Также я планирую продолжить свое знакомство с творчеством моего обожаемого, теперь уже Нила Геймана, и прочитать его сборник рассказов «Дым и зеркала». Мне очень нравится оформление этой книги, мне прям уже не терпится начать ее читать. Но все никак нет времени, столько книг, а я всего одна. Также в следующем году я планирую прочитать «Бумажные города» Джона Грина к выходу фильма, чтобы быть в курсе событий и сравнить, что же лучше, книга или фильм. И также я очень-очень-очень хочу прочитать книгу Маркуса Зуса «Книжный вор». Мне очень понравился фильм, который вышел в том году, в 2013, по-моему. Поэтому, мне кажется, в 2015 я просто обязана прочитать эту книгу, потому что весь 2014 я тянула с этим. Также я хотела бы прочитать книги Карлоса Русса Сафона «Тень ветра», «Игра ангела» и «Узник неба». Они стоят вот за моей спиной, вот, три штучки. Просто я их не могу достать, на них лежит гирлянда. Ну, вы их уже видели в моих книжных покупках, и, по-моему, еще в каких-то видео я показывала. В общем, я очень хочу прочитать эту серию. Мне кажется, это должно быть что-то очень интересное. Ну и также я планирую прочитать книгу Артура Хейли «Аэропорт». Она тоже толстая, поэтому меня немножко пугает именно объем. Но я очень надеюсь, что книга мне понравится. Также я планирую прочитать книгу Жанна Полисартера «Тошнота». Я думаю, надо читать как раз тот период, когда будет так поташнить от жизни. У меня бывают такие периоды, так что выкрою место для этой книги именно в тот момент. Ну и последняя книга, которую я вам сегодня покажу, это будет книга Ирнеста Хэмингуэя «Фиеста». Также в 2015 я хочу продолжить знакомство с творчеством Хэмингуэя. Я его очень люблю, он вообще великолепен. Мне очень нравится, как он пишет. И надеюсь, что «Фиеста» меня не разочарует. Ну вот и все. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Я надеюсь, что вам было интересно узнать, какие же книги я планирую прочитать в следующем году. Расскажите, какие книги планируете вы прочитать. Какие книги вы все откладываете в долгий ящик и никак не можете начать читать. И хотите в новом году все-таки уже решиться и прочитать. Также не забывайте, что на моем канале проходит конкурс. И вы можете получить от меня в подарок книжку Джона Грина «Многочисленные Екатерины». Все условия конкурса можно узнать в предыдущем видео. Я ссылочку оставлю где-нибудь здесь и, конечно же, в описании. Ну и также я хотела бы вам сказать, что это последнее видео в этом году. Мы с вами уже встретимся в следующем. И на все праздники я уезжаю. И, к сожалению, не смогу выкладывать видео. Поэтому видео я буду выкладывать, наверное, где-то за 12 января. Может быть, 13. В общем, я очень надеюсь на ваше терпение, на ваше понимание. Но меня можно будет найти в других социальных сетях, типа «Контакта», «Инстаграма», «Твиттера». Там есть всегда. Но я надеюсь, что такие вот небольшие каникулы пойдут на пользу всем нам. Мы будем читать книжку «Красный холм». Я очень надеюсь, что кто-нибудь из вас все-таки присоединится к нашему обсуждению в группе ВКонтакте. Ну и, конечно же, ждите результатов конкурса. Я их объявлю 11 января в группе и в следующем видео, которое будет после 11 января. И, конечно же, я вас всех поздравляю с Новым годом и Рождеством. Я вам желаю море счастья, крепкого здоровья, интересных книг, увлекательных фильмов и, конечно же, исполнения всех самых заветных желаний. 2014 год лично для меня был очень-очень хорошим. В нем были, конечно же, какие-то плохие моменты, но хороших все-таки было больше. И я надеюсь, что и ваш год прошел так же хорошо. И надеюсь, что 2015 будет еще лучше. Верьте в себя, идите к своим мечтам, к своим целям. Никогда не сдавайтесь и цените каждый прожитый день. Еще раз всех вас с Новым годом. Я вас очень сильно люблю. Целую. Пока. Мы wish you a Merry Christmas и a Happy New Year.